На страницах комикса конец 19 века. Те, кого уже нет, заговорили в новом тысячелетии. На бумаге художница Ольга Носова рассказала подлинную историю первой гимназии в Барнауле. Местные купцы, чиновники говорят, кто что мог, кто дарил, кто здание, кто учебники. Поскольку это тема женского образования, здесь было сложно узнать что-то о женщинах, потому что раньше женщины написывали основном как жена того-то, вдова того-то. Имена учениц девушка нашла в архивах. Там же она узнала, что в Барнауле женское образование появилось раньше на 12 лет, чем мужское. Впрочем, закону Божию учили все-таки мужчины. Из обязательного были физика, география и, например, французский. Заниматься ли гимнастикой, черчением или танцами девушки решали сами. Пришла в класс восьмиклассница и иронически спросила у нее, не забыла ли она дорогу в гимназию. На другой урок она отвечать отказалась, я поставил ей единицу. Но потом оказалось, что я был глубоко неправ. Девица эта, круглая сирота, живет своим заработком и содержит всю семью, занимая одну 12-рублевую должность и бегая по урокам. Здоровье у нее слабое, малокровие. Необходимо хотя бы на время экзаменов поставить ее в более благоприятные условия. Такой комикс Ольга создала на проекте «Энергия знаний». Курс просветительских лекций по истории края и созданию комиксов она прошла в библиотеке имени Шишкова. Всего было 20 участников, но победителя оказалось два. Об изобретениях Ивана Ползунова рассказала Валерия Макарова. Буквально в прошлую субботу, после очередной лекции следующего сезона «Энергия знаний», сейчас идет курс лекций по географии, бабушка с двумя вдуками пришли посмотреть конкретно комиксы. Им понравилось. Сейчас исторические комиксы есть не только в Шишковке, но и на сайте. Чтобы их увидеть, зайдите в раздел «Издание библиотеки» в электронном виде. Полистать их вечером вместе с ребенком сегодня, пожалуй, лучше, чем ленту новостей. Анастасия Наборщикова, Александр Антропов. День с толком. Продолжение следует...